У каждого третьего жителя Евросоюза выявлено психическое или неврологическое заболевание. В Латвии официально 6% душевнобольных. Сегодня Международный день предотвращения самоубийств. В Латвии начинается кампания «Не отворачивайся». От меня отвернулись не только знакомые, меня стесняются даже родные. Такое приходится слышать психологам кризисного центра «Скалбес» от тех, кто звонит на телефон доверия. Из 8 тысяч звонивших за прошлый год, больше половины говорили, что думают о самоубийстве. У многих уже был конкретный план, а каждый четвертый предпринимал попытку суицида. В прошлом году в Латвии покончили с собой 382 человека. Это тоже миф, что звонят только женщины, что делятся этими чувствами только женщины. Поскольку это телефон анонимный, то по нашим параметрам, по нашим данным звонят пропорционально и мужчины, и женщины. Мы, конечно, не спрашиваем ничего про них, но люди сами иногда рассказывают, и здесь тоже возраст не имеет смысла. Звонят и молодые люди, успешные люди, как они говорят, успешные на работе, имеющие семьи, имеющие детей, имеющие успех в общественной жизни. Исследование показало, что 15% опрошенных латвийцев уверены, причина психических заболеваний — слабый характер. А 41% признался, что скрывал бы неприятный диагноз. Компания «Не отворачивайся», которая стартует в Латвии, призвана развенчать мифы вокруг душевнобольных. И помочь людям, страдающим от депрессии и тревоги, найти помощь. Для этого создана интернет-страничка nanoversies.lv. На этой интернет-страничке есть информация о психических заболеваниях, их проявлениях, лечении. Там же можно заполнить тесты о депрессии и тревоге. Там можно найти также информацию, как и где получить помощь. Телефоны бесплатных психиатров, семейных врачей, общественных организаций и кризисных центров, помогающих таким пациентам. Не все знают, что вся психиатрическая помощь в Латвии бесплатна. Компенсируется и часть затрат на лекарства. Самое главное понять, что врачи — это не только для того, чтобы выписать таблетки. Когда человек идет к доктору, рассказывает про свою проблему, тогда он вместе с доктором решает, какая была бы лучше терапия или помощь для этого человека. Если это легкие расстройства, может быть, там может помочь какие-то изменения. Может быть, может помочь психотерапия. А может быть, уже симптомы настолько трудные, что надо пить лекарство. И когда снимаются самые острые симптомы, тогда можно думать про все остальные помощи. Даже телефонный разговор может снизить риск самоубийства на 30%, говорят психологи. Главное — не отворачиваться от человека, которому тяжело.